Я не пытаюсь улучшить ваш ум, в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие того, что честь и свобода важнее той жизни, которая вас понуждает с детства. Как только голоса от государства начинают взывать к вашему патриотизму, это означает, что они готовятся убивать вас быстро и эффективно. Если вы сломаете механизм часов, стрелки все равно будут показывать два раза в сутки правильное время, и у ваших оппонентов всегда будет повод кричать, что в лжете и часы прекрасно идут. Мы живем в эпоху сломанного времени и кривых зеркал, а ложь правит миром. Дайте волю душе. Слушайте, думайте, пишите. Приветствую вас всех, дорогие друзья. Приветствую всех настоящих и преданных друзей канала. Приветствую всех новых подписчиков. Приветствую также всех потенциальных подписчиков, которые в первый раз попали сюда на мой канал и слушают сейчас мой голос. Друзья, начну я с простого. Подписчик под ником Теккер прислал интересную ссылку. Читаю. Невероятная архаичность этих существ проявляется в том, что они с поколения в поколение одобряют и эстетично воспевают события, связанные с массовым истреблением друг друга. При этом огромное значение придается масштабам самоистребления. Если какой-либо дикар организовал большую группу сторонников и долгое время в путешествиях убивал всех подряд, то он считается гениальным организатором и очень успешным существом. За достоинство принимается удача в борьбе за пищу и собирание наиболее ценных предметов обихода. В настоящее время по поверхности планеты носятся толпы конкурирующих между собой существ, которые готовы на любые поступки ради самокопирования хорошей пищи и убогих социальных преимуществ. Это из какого-то документа, который написал профессор Савельевц, который работа называется «Церебральный сортинг». Я недаром, друзья, начал ролик с этой ссылки. Для вашего внимания. То есть надо понимать, что вот вся наша, если мы возьмем, так сказать, официальная историческая пропаганда, крутится вокруг садистов, маньяков, убийц, массовых преступников, организаторов серийных убийств и так далее, и так далее. Всяческих кровавых преступлений организаторов. В свое одушевление все людьми описываются битвы, сражения, уничтожения, истребления, резня, революции и так далее, и так далее. То есть гонения, массовые казни, все это описывается, причем героями всех этих поступков, чем кровавее личность в истории, тем она, значит, и значительнее. Это же просто кричащий, вопиющий идиотизм системы. И наша литература, возьмем литературу, она тоже вся пронизана насилием, жестокостью, кровавым насилием, стремлением самоутвердиться за счет других, убить как можно больше людей. Искусство, кино, телевидение все время пропагандируют насилие, зло и стремление уничтожить себе подобных. При этом, это, так сказать, официальная позиция именно всех тех тварей, которые управляют нашим миром, которых небольшое количество, но они, у них другая мораль совершенно, поэтому для них насилие и убийство, это естественное состояние их сущности. Теперь пойдем по порядку. Сразу четыре прямых источника из Тулы, которые работают на Тульском императорском оружейном заводе. Вы помните о том, что Тульский завод оружейный стал императорским, то есть принадлежащим императором, империей. Самое важное, конечно, тут определение именно императорские. Сообщили, что более-менее месяца назад остановили, внимание, остановили единственный, оставшийся в России в нормальном состоянии, большой патронный завод. То есть завод, который выпускает патроны для военных нужд. Это было единственное, оставшееся в нормальном состоянии, я подчеркиваю, большой, где работали хорошо отлаженные линии, патронный завод. Больше в России нормально, патроны никто сегодня не производит. Тут некоторые писали, что открыли какие-то цеха уже стоящих производств, но там не осталось уже ни нормального оборудования, ни техники, ничего. То есть там это уже кустарщина. Кустарщиной армию не накормишь. Нет патронов, как говорится, нет солдат. Итак, что сообщает из Тула? Люди пишут, которые на заводе работают. Треть сотрудников уволено совсем. Остальные пока чисто на работе сидят дома, сохраняем 2-3 заработной платы. Конечно, все ура-патриоты, либо вам не поверят, либо начнут вас тут же звать врагами России, тем, кто им это скажет. Объясните им, что именно враги русов правят в Москве и в Киеве, из одной, так сказать, группы. Вы никогда не сможете. В условной стране закрытие единственного завода по производству патронов – финальный аккорд картины этой так называемой войны. Цель ее давно мною вам озвучена. Цель так простая – уничтожение коренных народов бывшего Советского Союза, который тоже не был, конечно же, реальным государством, но имел статус имперского анклава. Сейчас они стараются освободить территорию от мужчин, причем призыв идет, как я понимаю, и в Дагестане, и в Ичкерии, и в Осетии. А потом китайские клоны зачистят землю от женщин, стариков и детей. Детей в возрасте от 5 до 11 лет эвакуируют на взращивание новыми рабами в новой реальности и с новой историей. Они ничего не будут знать ни о своих семьях, ни о своем родине, ни о своих родителях. Им придумают все. Они собираются придумать им все. Новые национальности, новые имена, новые истории, в которой они будут сами, те, кто им управляет, будут прекрасными, светлыми, чистыми убийцами. Солдатики, которые клоны китайские, долго не живут сами по себе, я вам говорил это. Сами себя утилизируют, не спеша, и будет им всем счастье. План совершенно этот тупой, но у них иных планов и быть не может. Они все время надеются, что Яхве воскреснет и явится народом Израиля и наступит им всем великое счастье. Все они похожи на кур, который назначили себе в боге лиса, и ждут, когда же он, великий лис, материализуется в их курятнике. Вот, читаю письмо одной подписчице по имени Евгения из Москвы, вернее Подмосковья. Это серьезное письмо, настоящее. Вот, это один из ответов на вопрос, что делать. Люди задают вопрос, а другие в это время делают. Здравия Марат, благодарю вам и вашему роду, что встретились на моем жизненном пути. Мои родители живут в Крыму, я с супругом и детьми в Москве, хотя сейчас большую часть находимся в деревне. Все так же продолжаем ездить в Крым на машине. Два раза в год я иногда с супругом, однако чаще одна, с девочками, сейчас им 7-10 лет, путешествую на машине по направлению Москва-Крым. Даже в период жесткой уханьки мы были там два раза. В разгар уханьки был такой факт. На границе с Кубанем всех останавливали на КПП и заставляли описывать, кто находится в машине, где остановитесь, личные данные и так далее. Расписываться нужно было в большой книге, как при голосовании. И кстати сказать, у меня в тот момент как раз и промеркнула мысль о том, что книга-то на подушную похожа. Если кто не знает, раньше в Российской империи для рабов были подушные такие книги, куда записывали те пока еще живые души, которые кому-то принадлежали, распределяли их между собой. Это было совсем не то, о чем нам рассказывают книги о феодализме в России, о феодальном ракстве. Там совсем другое все было. Опять-таки это можно пройти у меня на канале, открыть историю 19 века России. Например, поставить ролик «Русские мужики, кто они?» Там все показано. И вот продолжаю я читать ее письмо. Я включила камеру на телефоне, зашла в помещение типа палатки, спросила, какое основание для представления сведений, на что весь персонал поплыл. Несли какой-то бред. В итоге финальным аккордом были слова «Не хотите, не представляйтесь». Села машина и поехала дальше. Верно сказано, все происходит добровольно. Еще хотел бы подтвердить следующий факт. В этом году также наблюдала картину. Военная техника, идущая вялой колонной с закрытыми номерами. Номера закрыты то тряпкой, то бумагой. Почему вялой? Да потому что я лично неоднократно разбивал и подрезал колонну. Мне было интересно, будут ли возмущаться водители военной техники и сопровождающие с мигалкой. Ведь, как мы все знаем, разбивать военное шествие категорически запрещено. В общем, в тот момент я подумал, что это дефилет для того, чтобы максимальное количество испуганных или патриотов были уверены, что процесс идет полным ходом. Марат, как же мне стало веселее и счастливее жить после знакомства с вами. Ведь когда-то я была тоже в море, ходила на работу, а дети сами росли. Это очень важная сейчас письма. Дети росли сами. Из-за пробок добиралось до них около восьми. Ужинали и спать. Двадцать с половиной года назад бросила работу, узнав, что ни один банк на территории РФ не имеет лицензии на кредитование. Еще читаю. Ни один банк на территории РФ не имеет лицензии на кредитование. Поняла, что работая в банке, я обманываю людей. Да и вообще, в общем, поняла, что не хочу работать на систему. Сейчас живу часто за городом с детьми. Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Это счастье. С уважением к вашему труду, Евгения. Друзья, обратите внимание, еще раз, что, во-первых, ни у одного банка России, я добавлю, во всех пятнадцати республиках, у всех банков нет права, нет лицензии на кредитование. А вот откройте для себя, для интереса и посмотрите коды Центрального банка России. И на что они имеют лицензию на самом деле? Они не имеют лицензии на финансовую деятельность. Они имеют лицензию на торговлю и распространение наркотиков. На торговлю и продажу алкоголя. Например, на распространение алкоголя. И лицензию выдают там в Капартино-Болгарии. То есть, они имеют лицензию на добычу, как с чего-то там из недр, на какие-то исследования на шлейфе. Они имеют лицензию на что угодно, кроме того, что у них обозначено. Вроде как, для нас официально, что это якобы банк. А на самом деле, это криминальная контора, основе деятельности которой торговля и продажно-арктических средств. Да, у них еще, значит, лицензия есть на выпуск медицинских препаратов. Вспомните, сколько препаратов ввело население России за последние два года в себя. Друзья, внизу в описании под роликом имена тех подписчиков, которые смогли, нашли время и оказали финансовую поддержку канала. Там же ссылки, по которым вы можете легко присоединиться к их числу. Здравия и блага им всем желаю. Я думаю, что вы тоже присоединились к моей благодарности и тем людям, благодаря которым канал, значит, существует и работает. И теперь, друзья, пришло подтверждение моих самых плохих прогнозов, которые я делал ранее. Мужиков реально просто повезли на убой, не дав им ни оружия, ни еды. Ольга, на которую я часто ссылаюсь, которая живет там в такой точке очень ключевой, прямо на границе, с украинской стороны, на границе с ЛНР. И пишет она прямо с прифронтовой, так сказать, полосы, которая была, прифронтовая полоса, потом вроде как все это стало российской территорией. И пишет она что? Вот письмо, буквально читаю ее смеску. Марат, здравия, у нас опять начали активно стрелять. Идет откат, то есть опять вернулась украинская власть, друзья. Администрация опять меняет флаги третий раз с начала дурдома. Я заметил, что администрация та же самая, глава администрации, то же самое, персонал тот же самый. Они не меняются. Меняются только флаги, лозунги, язык документов. То было украинский, потом стал русский, они заплатили сами жить. Администрация заплатила использовать украинский язык, а потом опять сейчас вернуться к украинскому языку. Ну как-то все странно, пишет. Дальше я опять цитирую Ольгу. По городу шла колонна солдат России. Еще раз. По городу шла колонна солдат России. Все без оружия. Это очень важно. Все без оружия. Оттуда же, из того же признанного региона, Николай К. пишет. Рядом с Лисичанском появляются колонны от взвода до роты русских новобранцев, солдат. Плохо в Майерованах, многие еще и в штатском, идут, шатаясь от голода. И все без оружия. Жалобно просят чуть ли не на коленях воды и хлебца поесть. Говорят, что кто три дня, кто пять дней без пищи. Оружием не давали, не дают. Каждый день обещают, что накормят где-то на какой-то точке и вооружат. Они все понимают, что их всех убьют. У них отобрали паспорта, телефоны, нет ничего. Все отобрали. Деньги отобрали, кстати. Они, я еще раз повторяю. Они все понимают, что их всех убьют. Мы дали двоим немного картошки. У самих хлеба нет, гуманитарку перестали подвозить. При этом по железной дороге валом идут горючка из России, состав за составом. А также зерно идет, и металл, и еще какие-то вагоны закрыты. Постоянно идут. Огромные составы. Далее, тут же получил подтверждение от Константина из Николаева. Я часто зачитываю его письма. Напомню, что он бывший офицер ушел, когда осознал, что армии в стране У нет. А есть только частные банд-группы. Читаю отрывок из его письма. Проблемы с водой в городе очень серьезные, так как с мая никто ничего не решил. Особо не собирался, естественно, решать. Разумеется, кто смог помочь простому люду, тот сделал. А вот что людям делать, некоторым это был вопрос, который многие себе поставили. Так вот, нашли и пробили в пригороде скважину. Неглубокие, многие вздохнули, что можно жить с нормальной водой. Нетехнической, которой иногда тоже нет. Но как же без доброжелателей, в кавычках. Оно же их столько гиен в хвовечьих шкурах. Пролетели пособники из водоканала, разборки были серьезные и жесткие. Но люди молодцы, отстояли свое и продолжают жить так. Вот реально приятно, что могут сами пользы имеется от дел полезных. Злые пиротехники сделали очередную гадость четырехподъездному девятиэтажному дому. Прямо открыто взорвали. И печально, естественно, не могу ничего сказать. Пострадавшие имеются, разрушения, конечно, есть. Приятного типа комиссия, мол, все, дом под снос. Однако люди молодцы, объединились, помогли всем, кто нуждался, собрались и выступили против выселения. Им подключили обратно свет и газ и живут дальше, сказав этим типа чинушам, что лучше в шубе, но в своей квартире, чем в тепле, в каких-то апартаментах. Так, значит, оказывается, могут, когда прижмет от некоторых. Ой, совсем забываю сказать про восстановление ЖД-сообщения. То есть, перед этим мне писали из Лисичанска о восстановлении, о том, что ни на один день не останавливало ЖД-сообщение. А это прямо рядом с Николаем. Причем как пассажирские, так и грузовые. Вы прав, Марат, какая же-то войнушечка. Если по ежедневным бессмысленным сводкам судить. Город-то сам находится в 20 километрах от линии так называемого фронта. Непонятно и неясно, чего. Пригороды и тот 10-15 километров всего. А тут спокойно товарники бегают. Так как непонятно. Судов днем не видно по лиману. Ночью не знаю, не могу сказать. Знаете, на что обратил внимание? А вы в последнем ролике подсказали несколько занимательных моментов. Что давно нет якобы видео и фото разбитой техники. Особенно в тех количествах, что были в начале активизации дурдома. Там, конечно, разоблачений было много. А сейчас очень низкий процент таких видео и фото. Только сухая, ненужная для определенного контингента щитоводов пустая статистика. Я думаю, что вся эта статистика там убили, снесли, разгромили, обстреляли ракетами. Ничего никто, ничего нигде не обстреливает там уже давно. А вот вопрос этим балбесам. Если уничтожены, по их словам, практически все нефтебазы, ведь Россия же уничтожила по якобы все нефтебазы, правда, не все работают при этом, то как же заправляют транспортные и железнодорожные средства и гоняют их туда-сюда неугомонные? Кто заправляет военную технику и чем? Вот так и поживаем, Марат. Где-то радость, где-то суета и печаль, все нормально. Искренний подписчик Константин. Жму руку, честь имею. Друзья, у этих частных армий воевать давно нечем. Зато дороги работают. Как ЖД, так и автотрассы. Продолжают вещать стрельбу из динамиков. Мне при этом тоже писали, что ездят машины с динамиками, останавливаются далеко в лесополосе, например, и начинают там стрелять из динамиков. Потому что таких солдат, как я описал, естественно, что их придут и убьют. Но на них даже патрон никто тратить не будет. Лопатами зарубят. Представляете, мужики, которые 5-6 дней на холде, не еле ничего, идут, шатаются. То есть, продолжают, конечно, надувать щеки телеведущие и генералы голосистые. Продолжают при этом работать ветки нефтепроводов, газопроводов. Идет погрузка по морским портам. Работает, Новороссийск работает. Продолжают умирать мужики, купив за свои деньги форму. И будут продолжать умирать, ибо ложь правит миром. А они под мороком и в страхе, как бы чего хуже смерти с ними не случилось. То есть, они понимают, что их придут, лопаткой зарубят. Но они все равно продолжают покорно все терпеть. По принципу, как бы чего хуже не было. Бродят они пока еще, шатаются от голода. Но на носу-то зима. Понимаете, без обеспечения соперного. Без блиндажей, без оковы, без траншей, без землянок. Без специальных печурок, от которых горит огонь. Для того, чтобы солдаты грелись. Без полевых кухонь. Без автотехники. Без подвоза продовольствия. Без четкой налаженной работы тыла. Армии нет и быть не может. Там и даже запаха армии там нет. Как только станет холодно, там и бродить уже будет некому. А такую грозную армию, которая сегодня есть. И куры лапами загребут и даже не заметят. Мужчины в Москве и Питере и в других городах при этом, в которых есть деньги, стали массово отправлять своих жен и детей за пределы страны. И информация из первых рук. Сами не понимают, зачем это делают. Как я уже говорил, в Европе не спастись. В Америке не спастись тоже. Заметим, что эти же мужчины еще недавно, помните, малевали на своих машинах букву Z и смеялись. Над жителями Украины издевались над ними. Тут комментарии даже, которые отправляли своих жен в Европу. Любой хомяк легко предсказуем и управляем. Он умеет только паниковать, лгать, жить в ужасе и все время хочет спастись бегством. В общество делает именно то, чего от него и ждет нечисть. Понять простую вещь, что единственный способ спастись, это стать мужчиной. И взять руки, ну хотя бы кол или арматуру, и спросить с нечисти по полной программе городской хомяк никогда не способен. И он никогда не был способен. Потому что я уже вам четко показал, доказал документально в роликах, что никаких революций никогда не было. Он будет пенять на Создателя, обедняться на диване после пары стопок водовки и кричать. Ты мне скажи, а что делать-то? Вопрошать, а где же твое равновесие? А почему нечисть продолжает править и гнобить нас? Где твой Создатель, где Творец, что же он смотрит? До него никак не дойдет, что вызывать к власти, пенять на власть, объединяться, протестовать у экрана, взывать к небесам и молить о спасении – занятие крайне вредное и крайне глупое. То есть так же, как ожидать грабея этого самого спасителя, героя, освободителя. Никто не придет, не освободит. Кто-то идиот может радоваться, увидев китайскую колонну, которая идет по России. Ура! Они пришли союзники. Это какой идиотизм надо иметь в голове, чтобы радоваться этому? Что начинать надо внутри своего разума, давая волю душе своей. Что надо, прежде всего, ломать себе раба и тварь по корну. Что надо отказаться полностью от любой лжи. И поставить врагу в глаза бездушные. И понять, что это просто тварь безумная. И нет у нее ни состраданий, ни совести, ни добра, ни жалости к тебе и твоим близким. Что единственное, что ты можешь сделать для них – это убить тварь, когда она угрожает им. А просить, требовать или взывать к морали, закону и правам человека – это значит просто дарить тварям жизни своей, дарить им пищу. Все конституции мира, все своды законов, все правительства, все политические движения и партии, все правозащитные организации – это просто стаи гиен. А любое правительство, любое правительство в мире – это просто клещ кровососущий и токсичный. С клещами говорить и взывать к их совести можно только полностью разум утративших. Что их разоблачать? Хватит разоблачать. Они давно уже сами себя разоблачили. Они и так от вас ничего не скрывают. Хрумкая косточками детей ваших на пейсах. Да и все другие праздники не только на пейсах, но и на другие праздники тоже хрупают. Я уже вам это показал, но сколько же смогли меня услышать. Вот София из Польши пишет. Решил снова вам написать. Прежде всего, благодарю за вашу работу и новые ролики. Я их смотрю всегда и с нетерпением жду новых. И пересматриваю заново, постоянно возвращаясь к вашим материалам. Хочу написать о своих наблюдениях по поводу информпространства, а именно ютюбы. Из всех челей поперли те самые морды на всех каналах. Активизировали всевозможные бреховные, глашатые, специи, не пойми чего, аналитики, эксперты, истерики и кликуши. Много именно из этих бродячих, вечно блудящих. Я не ошибаюсь, у меня на них нюх. Я с детства знал этих грустноватых лукавых глазенок и вкрадчивый лживый тон. Наблюдаясь за тем, что происходит с Россией и Украиной, душа моя просто воет. Она воет. Я женщина и плаксива, в панику не впадаю, в обморок не падаю. Испугать меня тоже не так просто. На виде этих людей, обреченных и идущих на смерть, униженных, растоптанных, мне становится плохо, тошно, стыдно, больно. Я ведь тоже русская, и я хоть и живу много лет за границей, все равно маленькая клеточка той земли. Я вижу этот ужас, и, честно говоря, шест на загребке встает, как у волчицы. Я бы этих тварей упре, вертухая, рвала бы когтями, а их мамашки только сопли вытирают. Жаль мне, ребят, жаль мне детей, жаль. Тех, кто теряет жизнь сейчас. Они не все бараны и не все плохие люди, Вы правы, страшное время теперь. Мы дожили до такого, что не умещается в голове. Как же мы докатились до этого, спрашивает Софи. А эти тварюги потеряют свои паучьи лапки и радуются, что русы убивают русов. Мерзопакостный план сделать русских одновременно и фашистами, и евреями, а украинцев жертвами. Украинцы сейчас радуются победам, да не знают они и не понимают, что с шулерами не садятся играть за один стол в карты. Не понимают они, что их ныненьку уже им не вернут. И не для них ее они защищают. Они как дурачки радуются, а русские как бараны сегодня идут на смерть, чтобы стать фаршем и удобрением украинской земли. Мне все смогли удрать. Убегали те, у кого было куда и за что. А простые Васи едут на смерть. Идущие на смерть приветствуют тебя, умрун. Знаете, мать, мне очень больно и тошно от происходящего. Я порой плачу над этими парнями, зная, что скоро их уже не будет живых. Но плачу так, чтобы никто не видел моих слез. Я плачу над украинскими детьми и стариками. Я плачу над всеми, кто попал в эту чудовищную мясорубку. Я знаю, что вы тоже любите Россию, Украину. Тоже, друзья, замечу от себя, я люблю весь мир. Я рассказывал в роликах, что я очень болезненно воспринимаю все, что происходит сейчас. Потому что я действительно реально был во многих местах прекрасных мира. И я люблю его, этот мир. Любил, вернее. Сейчас от него уже ничего не осталось почти. Просто ничего от мира не осталось. Я помню, например, праздники в Италии, в Испании, Франции, Германии. Когда люди выносили в деревнях столы на улице, выносили самую лучшую еду, ходили, смеялись, гуляли, поздравляли друг друга с праздниками, дегустировали то, что приготовили у себя дома. Играла музыка на аккордеонах, наяривали на улицах французов. Один человек запевал песню, все подхватывали ее. То же самое было когда-то и в России, пока большевички не пришли. То есть люди с гармошками весело ходили по улицам, праздники были как... Вспомните картины про Масленицу, как ее праздновали. И что сегодня стало? Весь мир превратили, нигде не стало праздников. Здесь лишили праздников. Вся Сканинавия сидит без праздников. Им уже сказали, что на Рождество не будет иллюминации рождественской по всей Сканинавии. У людей забрали все, у детей забрали радость, у детей, у всех детей в Европе забрали детство, забрали праздник, разрушили их жизни. Родители их терпят. Родители меряются с этим. Они считают, что если они выйдут с плакатиком, то они что-либо решат. Сейчас немцы протестуют, что их там обижают, что вот такая жизнь стала тяжелой, что вот цены высокие стали. А я не понимаю, что те наслаждаются, когда они протестуют. Ладно, читаю дальше письмо Софии. Она пишет. У нас в роду был летчик. Он мне двоюродный дед по боковой линии. Неизвестный человек Владимир Павлович Локотош. Моя бабушка тоже носила эту фамилию. Герой Советского Союза. И мне все чаще приходит мысль о том, как хорошо, что он не дожил, и не увидел всего этого творящегося позора и ужаса. Он был настоящим воином, очень скромным человеком. Награды получил за корсуньскую операцию. Ему было 23 года. Он был умер от разрыва сердца, живем сегодня в наши дни. На Украине его считают своим, пишет украинец. Он был венгром. А русские считают своим, вернее советским. Простите за сумбурное письмо. Страха нет, а есть страшная боль и печаль есть. Как мы дожили до такого? Всего вам хорошего, всех вам благ и света. Друзья, так и происходит по всему миру. Вчера я разговаривал с немцем, которая был в ГДР, потом пожила в объединенной колонии Германии, и в начале уханьских прелестей уехала она из Германии. Ее мнение вот абсолютно в один-один совпадает с мнением Софии, письмо, которое только что я зачитал. Вот ее мнение абсолютно идентично тому, что написала София. А потом я переговорил, тоже на днях, недавно разговаривал с одним инженером, который я давно знаю, который всю жизнь проработал ведущим специалистом на газовых месторождениях Норвегии. Он уже года четыре как на пенсии сидит в горах на границе со Швецией. Там в лесу сидит, глубоко в лесу. Так тоже он не принял безумие уханьки и не подставил плечо. Когда мы заговорили с ним о Брейде по поводу Северного потока, он сказал просто, никогда не думал, что правительство Швеции и Дании столь продажно. Я его дословно, никогда не думал, что правительство Швеции и Дании столь продажно. Они же все прекрасно знают. Я замечу, что он действительно отличный инженер, и работал всю жизнь. Именно это его профессия. Они все прекрасно знают, что там нет, никто ничего не строил. Никаких потоков. Что все это просто съемки. Что никаких потоков нет. Ни турецкого нет, ни северного нет. А я ему в свою очередь тут же напомнил безумные долгогрящие сказки о русских подводных лодках в Швеции, у берегов Швеции, которые уже сто раз разоблачали сами же шведы, что это все бред полный, что это все глупости. Но этот бред по-прежнему регулярно вытаскивают журналисты, политики, генералы Швеции, и опять начинают грызть, как вонючую кость. И тут же вот буквально только с ним поговорил. Вот мы разъехались, потому что были на рыбалке. И он тут же приходит новость из Норвегии. Авария на линиях северных потоков, которые уже даже в Старом Свете в открытую называют диверсией, произошла уже почти 10 дней назад. Наметим. Аварии, которые никогда не было, диверсии, которые никогда не было, на северном потоке, который никто никогда не строил, пришла информация, что страна фьордов, имеется в виду Норвегия, сейчас старший ключевым поставщиком черного золота и голубого топлива в ЕС, начал размещать воинские подразделения на всех площадках добычи и переработки углеродов. Вооруженные силы Норвегии при активной поддержке полиции и отрядов местной самообороны патрулируют берег. Посмотрите длину морской береговой линии Норвегии. Посмотрите на численность населения Норвегии, посмотрите на численность ее сил самообороны, полиции и армии. Они один маленький остров патрулировать не могут, нет у них ни армии, ни сил самообороны, ничего там нет. Два десятка катеров, и два десятка вертолетов, это не армия. Они взяли под охрану все заводы по переработке нефти и природного газа, находясь непосредственно в близости от моря. То есть они что ожидают? Читать надо между строк, а не ожидают, что значит там к берегам Норвегии прорвется российский спецназ тайный и маскируясь под викингов, с топорами и копьями выскочит и порушит там эти самые заводы, выведет их из строя. И тогда, и тогда, вот тогда начнется тогда. Понимаете? Вы думаете, чушь, которую пишут. Акватория, гладь моря, тоже не осталось без внимания. Военно-морской флот, усиленный боевыми летательными аппаратами, вышел из портов, базирования и приступил к охране морских месторождений вместе с сооружением для добычи нефти и газа. Теперь вы спрашиваете, а зачем он вышел? И тут я вам отвечу на ваш вопрос, а зачем он вышел? А затем, что Европу надо оставить без нефти и газа. А что для этого надо сделать? Пиротехникам надо что-нибудь там, в Норвегии, в двух-трех местах взорвать. Сказать, что сделали это злобные русские негодяи, мерзавцы. Ну, доказательств, конечно, никаких нет, ну, я не знаю, понимаете, там может быть кусок формы российского солдата показывают, да, который выпускался лет 40 назад. Это не важно. Важно, что с какой-то это целью делается, даже не просто так делается. Потому что Северный поток, даже если им верить, он ни один день ничего не грузил, он не работал ни один день. Значит, никакого влияния на экономику, на рынок Европы он оказать никак не мог, хоть его весь взорвить. Точно так же, как сейчас, сейчас, я вам скажу такую вещь простую. Кто помнит, что такое нейтронная бомба, нейтронное оружие? Помните, нас ею пугали, когда мы учились в университетах, в школах, когда мы жили в Советском Союзе, нам рассказывали о нейтронном оружии Соединенных Штатов Америки, о программе звездных войн Соединенных Штатов Америки. Нам рассказывали об этой умной нейтронной бомбе, которую, забытьте бы в городе все сооружения, все здания, все остается целым. А вот людей нет, погибли они. Ну, помню, остряки там в Советском Союзе даже дурные стишки сочиняли, типа, мальчик нейтронную бомбу нашел, ранец сложил и в школу пришел, долго дивились, потом горно, школа стоит, а в ней никого. Вот, вот, это все, это уровень вот такой вот. То есть, никаких доказательств существования какой-либо нейтронной бомбы ни у кого в мире нет. Но зато у нас есть огромная масса людей, которая прошла процедуру. При этом реального серьезного ядерного оружия тоже нет. Но надо же устроить войнушку. Для чего и существуют те самые системы облучения, не знаю, самолеты, которые летают, включат определенную частоту. и те, кто сделал это, как раз освободят место. Появятся пустые города. Помните картинки? Когда стоят пустые города, а на них стоят растерянные люди, не знаю, босые. На фоне, значит, рельс прекрасных зданий, сооружений. Это кто только и не обсасывал эту тему. Вот вам и ответ, что происходит в этом случае. конечно, тут нельзя сказать, что это будет точно, но ведь недаром же столько нам рассказывали про интервью бомбу, а недаром сегодня рассказывали о том, как вся Норвегия не спит, не ест, а схватив автоматы, съедет в окопах и ожидает нападения злобных русских на их нефтеперерабатывающую промышленность. что мы можем сказать по этому поводу. А все очень просто, ждите очередную катастрофу в нефтегазовом секторе. Европу-то надо оставить без газа и нефти. Если это будет новость из Норвегии, то на Европе, как населенной территории, вообще можно оставить сразу крест. Я вообще очень плохо понимаю всех дуралеев из числа патриотов. Они даже условно мыслить разучились. Причем этот факт бесспорный. Задайте им простой вопрос. Вот смотрите какого-нибудь такого патриота. Почему Россия продолжает поставлять сырье в Европу? Я задавал этот вопрос. Они гадости пишут, на этот вопрос ответить не могут. Почему поставляют на Украину, почему поставляют ЖД путями через Украину и морем и по ниткам нефти и газопроводов поставляют, построенных еще во времена СССР? Ведь идет война. Кто же поставляет сырье врагу, чтобы ему было чем свои машины боевые самолеты заправлять? Почему из России валом идет керосин авиационный? Второй простой вопрос. Ведь Россия лишили права летать в Европу, никакого сообщения с Россией нет. А Россия поставляет для европейских авиакомпаний керосин. А они контракты подписывают. Какие контракты эмбарго? Никто России не платит. Ничего. Вот второй вопрос сразу же следует. Россия под полным финансовым эмбарго. Никто не может ей никоим образом ничего платить за экспортное сырье и зерно самое. Вот читаю в ленте новостей. Российская газовая монополия Газпром смогла договориться с Австрией о возобновлении поставок газа. Это на каких дебилах рассчитана пропаганда Соловья Безумного и Машки Бешеной? А все очень просто. Я вам как-то два года назад показал и доказал, что тот сланцевый газ, о котором вам столько твердили российские телеведущие начиная с этого Соловьева. Никогда в США не добывался, показал, что это российский газ, который грузит танкера и потом в море он превращается в газ из США. Да и трафик показал в режиме реального времени тогда. Все очень легко. Открываете трафик морского транспорта в суду в реальном времени и все было видно. Дарья вам же говорил, что уран обогащенный идет на все АЭС мира только из России, что реальная потребность Европы в энергоносителях тоже упала еще в марте 2020 года, сейчас уже 8 раз упала, а в Германии 11 раз упало потребление, что все эти биржи, котировки, курсы программируются искусственным интеллектом и по необходимым данным моментам показателям. Что еще должно произойти, чтобы до россиян дошло, просто дошло, что их национальное достояние, они же сами своими руками за жалкие подачки грусты даром отправляют по всему миру с 1928 года. А теперь вовсе все везется даже без подачек, совершенно бесплатно. Даже доставку до места назначения оплачивают россияне, у которых выгребают последний хлеб из хранилища, которых в это время отправляют на войну без оружия. Вспомнили с фразы из Бадрера, был такой француз, который написал сборник стихов «Цветы всегда продукт творчества искусства». В этой фразе заключен огромный смысл, который никто не смог правильно истолковать. Ибо литературный критик есть сам по себе стопроцентный продукт зла. Человек неспособен творить, не имеет права говорить о творчестве с критической точки зрения. Это разносит тому, что я ранее говорил вам разной форме, сейчас сформулировал как аксиому. Человек не способен жить честно не может быть судьей. Еще человек не способен жить честно не может быть судьей. А стать судьей честный человек ни в любом государстве мира никоим образом не сможет. Так вот фраза Бодлера простая должна быть понятна всем душу в себе имеющим. Добро не может быть продуктом труда, войны, работы общества, законы и прочих видов умственной и физической деятельности, общество под руководством государства. Вся деятельность государства это всегда только зло. Добро же всегда только результат творчества. Это творчество это антагонизм государства, понятие государства. результат получаемый в процессе творения и в процессе искусства в самом высшем понятии этого слова. Государство ненавидит творчество. Творческий процесс творения противен государству, потому что государство суть продукт тварей бездушных, не имеющих души, не имеющих даже понятия, они понять даже не могут саму суть творца. Все, что сделано без творческого участия души, без вдохновения, без любви, есть только стопроцентный продукт зла. И никаких исключений быть не может. Стругацкие как-то показали всем это, написал в такое произведение хищные вещи века. Бадлер сказал еще одну фразу, для торговца даже порядочность финансовый фактор. То есть порядочность для торговца и неважно чем он торгует политическими обещаниями или поддержанными машинами есть просто одна из форм коммерции. Друзья, А те, кто читал Стругацкие вспомнят эту фразу, которую выплюнули как предупреждение. Прямо в лицо 21 века Стругацкие выплюнули ее. Они же прогрессоры, они же голос нечисти. В этом произведении, когда пишут о предстоящем, они писали. Дурак стал нормой, еще немного и дурак станет идеалом. У нас философия заведут вокруг него восторженные хороводы, а Газбет вводят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты у нас славный дурак, а какой ты бодрый, здоровый дурак, а какой ты оптимистичный дурак, и какой ты дурак умный, какое у тебя тонкое чувство юмора, и как ты ловко решаешь кроссворды. Ты, главное, только не волнуйся, успокойся, дурак, все так хорошо, все так отлично, и наука к твоим услугам, дурак, и литература, чтобы тебе было весело, дурак, и чтобы тебе не надо было ни о чем думать, а всяких там вредно влияющих хулиганов, скептиков, мы с тобой дурак разнесем, с тобой, да как их не разнести? Все понятно, у нас общество сейчас, где сказали, что дурак это нормально, дурак это норма уже, он имеет такие же права, он читать, писать не умеет, но он имеет право голосовать, его, он, его жизнь важнее, чем жизнь нормального человека, потому что он же пострадавший, а пострадавший он чего? От тех экспериментов, которые над людьми делали, ведь огромное количество больных неполноценных детей рождается от чего? от того, что над ними велись страшные эксперименты, постоянно, последние 70 лет только эксперименты делают, чтобы не было здоровых людей, поэтому дурак и становится нормой, вы посмотрите на всех, на любой парламент, это же сборище дураков, идиотов просто, просто там только дураки и идиоты, возьмите, друзья, например, простой хлеб, который человек испек дома с любовью для своих близких, вот человек сидел там, бабушка пришла домой и испекла хлеб, или человек пришел с работы, взял и сделал дома хлеб, для своих близких, чтобы их поразить, это чистое добро, сотворенное с любовью, а вот любой индустриальный хлеб есть только всегда только зло, его хлебом называть нельзя, это корм, у меня есть на втором канале ролик о человеке, творящем добро в чистом виде, о французском пекаре и моем друге по имени Патрик, возьмите, посмотрите, кто не видел, на втором канале незнакомой Франции есть много чего только вот мало тех кому нужно добро и творчество и любовь и вдохновение 95% страшно желают достичь успеха в чистейшем зле успех в том понимании в котором люди его представляют себе это чистейшее в 100% зло Стругацки показали просто и ясно что невозможно вернуть людям души которых сожрали хищные вещи так как зло всегда очень удобно и ненавидеть того и ненавидеть вернее добро в это зло очень удобно и ненавидеть кого-то далекого о ком рассказали популярные аугуны например намного проще чем ненавидеть себя самого за ложь позлость покорность терпение зачем терпели ненавидеть себя он лучше будет ненавидеть каких там пиндосов орков нациков лягушатников и прочих чужих и страшно для него опасных если этого ненавистника отправить его в какой-то городишко в штате Кентукки он с удивлением видит что там никто не хочет ограбить его дом захватить золотые приски на лене или изнасиловать соседку с которой он изменяет своей жене ему никак не понять что у него нет ничего и никогда у самого не было своего что ему отнимать нечего кроме его души а душу то он свою утратил на поле чудес за обман системный тупой что он и все его соседи и все его друзья которые так топят сильно за великую Россию не имеют никакого отношения к так называемым национальным богатствам к тем же недрам Сибири или к скважам Норвегии никакого отношения не имеют что он сам принял роль на себя раба безмолвного и покорного что он имеет вокруг себя только зло хищных вещей и рабскую пайку доступным ему по рангу размере и количестве которые скажем днем становятся что меньше и меньше потому что рабов будут кормить все хуже и хуже а сейчас их не только кормить перестали их еще убивать будут массово тут и самое главное что все это остановить это очень просто и легко но люди не хотят не хотят вот невозможно избавиться наверное от этого зла хищных вещей что намного проще ненавидеть кого-то чем ненавидеть свою собственную ложь это же гораздо легче ненавидеть кого-то зачем ненавидеть можно кого-то в Италии в Новой Зеландии в Сибири в Москве на Кавказе только не себя любимого души утратившего а если не утрачу утрачивающего что еще хуже понимаете что он делает все неправильно душа всегда человек всегда знает когда он делает хорошо когда он делает плохо всегда поэтому все время вертится как тот самый кусок мяса на сковородке туда-сюда туда-сюда я уже вам сказал много раз и еще раз повторяю сами себе создаете ад все человечество на земле живет в аду нет загробного ада он здесь и сейчас тут существует и только благодаря покорности и терпению дорога в равновесии не лежит через покорность и терпение это страшные грехи очистить себя от лжи от страха от нечеловеческих привязанностей от зависти от ненависти от меркантильности это гораздо важнее чем заработать денег и купить новую машину благодарю вас еще раз за внимание до следующей встречи которая состоится у нас теперь в воскресенье еще раз г нечеловеческих нечеловеческих все большинство нечеловеческих